вызваны другими причинами. Да, 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 и не только на Discovery, еще, по-моему, даже наш канал Россия 2 как-то показывал использование хай-тека, так называемых высших, новых инновационных технологий в различных отраслях жизнедеятельности. Вот почему-то я помню сравнение автомобильной промышленности с профессиональными единоборствами, как раз именно сила столкновения. Там целый был такой тематический момент, тематическая программа, и вот как раз Александр выступал в этой программе культером, тяжеловесом, который бьет тяжело справа. Владимир Матюшенко по прозвищу Уборщик. Совершенно такая тоже есть очень интересная история, как получил Владимир это прозвище. Дело в том, что был он борцом греко-римского стиля еще только в начале 90-х, только в конце 80-х команда сборная команды Америки приехала на турнир в Сибирь, и там один из американцев, Дэйв Шульц, увидев, как управляет матой, Владимир Матюшенко, решил, что он уборщик. Потому что был так неопрятно одет, как потом сам Шульц рассказывал, и вообще не выглядел он как спортсмен. А потом Владимир вышел и просто растерзал там всех американцев. очень интересная история. Это значит Владимир 100% наверное состязался, либо был на одних лучшем тренировочных сборах вместе с великим Александром Александровичем Карелином, Сан Санычем. Потому что по-моему, это одни во-первых годы, во-вторых, это во-вторых, это отдельный вид единоборств, если бы точный вид борьбы, греко-римский стиль борьбы. И мне думается, что они даже может быть, не знаю, еще спарринг-паркиров были, но то, что боролись, они точно в одно время, это наверное уже понятно по возрасту Александра Матюшенко, конечно, ветеран, настоящий ветеран за 40 лет. Еще сейчас продолжает познавать и совершенствоваться в том числе и в ударной технике для смешанных единоборств. Будучи базовым греко-римцем, да, причем оба спортсмена за 40, 41 Александру, 42 года Матюшенко. И вот продолжая вашу мысль, Максим, расскажу пару слов об интервью Владимира. И как раз он там и говорит про то, что в последние годы очень сильно он растет. И как раз растет в ударной технике. И Владимир утверждал, что вот постарается он выиграть не столько за счет борьбы, потому что знает, что Александр будет готов к тому, что будет навязывать ему партер Владимир. А сколько за счет вот своего преимущества возможно даже пытается завоевать и победить именно нокаутом? Смотри, сейчас бросился Владимир. Не подготовлено вот так вот с правой руки, провалившись. Но тут же Александр не смог вот это вот такое провальное действие со стороны Владимира переработать собственное достижение какое-либо в ответ. Уже доказано, когда ты бросаешься справа. Да. В смешных единоборствах особенно это может быть как раз нестандартно, но результативно может быть. Вспоминая бои Федора Емеляенко, нашего уникального и прославленного великого бойца, которого не подготавливая. Но он готовил внутри этот такой искрометный и скоростной быстрый удар справа кроссом. Сейчас как раз типичные элементы из греко-римской борьбы проводит Владимир. То, что мне кажется Владимир как азбуку в свое время изучил и для него это норма жизни. Это просто рефлексы, я уверен. Даже не задумался ни на мгновение Владимира Матюшенко. Просто получился такой захват за корпус и сразу же пошел бросок. Причем оказался Хьюсон Александр совершенно не готов. Вот теперь фулл маунт переходит Владимир. Александр нет этого на. Настолько легко взял Владимир. Продолжая тот тезис, о котором я говорил в отношении нашим великом Федоре, который бил справа неожиданно корпусом валясь вперед и пытаясь еще левой рукой прихватить затулы сейчас своего соперника для того, чтобы провести прием уже перевод, так называемый, из ударки в борьбу для того, чтобы перевести в партер и находиться сверху и там на добивании сработать, либо сделать болевой или удушающий прием. Вот, знаете, не могу я вспомнить никого, кроме Федора, который бы неожиданно такой сверх высокой скорости наносил нокутирующий удары справа, не подготавливает удар левой рукой. Не приходит никто на память. Вот один Федор только это мог сделать. Все остальное средняя скорость либо совсем медленно бьют справа одиночным ударом, кроссом, свингом, оверхедом, прямым, неважно. Нет результата от этого удара. Чаще всего как раз проваливается боец, контр-выпад против него готовится или выполняется или навстречу наносится удар. Таким сверхскоростным супертяжом, которым был Федор, конечно, очень мало таких парней в современных единоборствах. Причем Федор проигрывал в габаритах большинства своих соперников и, несмотря на это, просто чудовищной сильной ударом обладает. Да, скорость у него была стартовая потрясающая. Я вам скажу, что, наверное, был самый скоростной именно если брать стартовую скорость, не дистанционную, а стартовую скорость боец современности. Итак, позади первая пятиминутка, но так достаточно бодрую рубку мы увидели, и переводы были, и такие достаточно красивые амплитудные броски. Нельзя сказать, что кто-то имел ощутимое преимущество. Несколько раз удалось попасть Хьюстону Александру несколько переводов выполнил Владимир Матюшенко. Да, он говорит его секунданты, тренер главой говорит, уже хватит использовать джеб и бей, уже носил тяжелый удар, отвечай на его удар ударом, и тебе нужно накрутировать это начиная уже бой наконец, перестань уже двигаться, все, хватит уже двигаться, заканчивая с этим, начиная уже бить по-настоящему. Ну вот, видимо, считает угол Хьюстона Александра, что уже пора заканчивать разведку. Ну да, игровой манеры уже достаточно. Начинаю показывать силу удара. Особенно мне удалось удивительно перестань двигаться. Призыв, потому что перестал двигаться Хьюстон Александр, но он должен когда подвести себя правильно под удар, вот сейчас вы смотрите, просто наносит удар из средней дистанции, сам мог поплатиться, и Владимир мог его на встречу в разрез справа уронить также очень легко и спокойно. Поэтому здесь легко говорить, как говорится, но очень трудно это все исполнить. Потому что еще даже не забывать, соперник тоже имеет свой план на бой. Потому что и главы его работают на самом деле. Каждый хочет прочитать своего соперника быстрее, нежели это удастся. А вот здесь какой обмен. Двойка проходит у Владимира. Удивительный Хьюстон Александр принял на себя, на подбородок и на голову два точно тяжелых удара. И знаете, пытался защищаться сглаживанием этих ударов подбородком и челюсть, как в свое время великолепно делал Рой Джонс, младший. Чем-то даже внешне напоминает Хьюстон Александр Рой Джонса, младшего. Ну, видимо, бородка и отсутствуем волос на голове. правой волкик такой был, знаете, в большей степени обозначающий удар в плане Владимира. Конечно, я вообще шляпу снимаю перед этими атлетами, которым за 40 лет уже, серьезно, за 40, семьи, большого количества детей и эти парни по-настоящему следуют своей профессии, наверное, и в том числе своему, я думаю, что путь воина в Уси-До точно принадлежит этот термин обоим атлетам. Да, причем у Хьюстона Александра шестеро детей и воспитывает он их один. Да, такой факт тоже удивляет. Но, честно вам скажу, вот по ходу поединка не увидится Хьюстон Александр в этом бою уверенный боец по ходу уж точно этого поединка не уверен в своих силах. Не уверен в своих возможностях. Опасается он, судя по всему, от ударов Владимира Латушенко. Несколько было разменов и из них не выходил с преимуществом Александра. Да, как раз он всегда делал первый шаг назад. Это вот тот фактор как раз психологии. Если в рубке в ближней средней дистанции или в обмене ты делаешь первый шаг назад, конечно же психологически ты чуть-чуть уступаешь либо сильно уступаешь в своем сопернике. Но это уж точно не маневр его, это не задумка, это не мысль Хьюстона Александра это видно. А вот здесь эта мысль подстречную, под правый лоу, который уже не первый раз Владимир Латушенко выполняет достаточно с медленной скоростью выполнения этого технического элемента. Очень нужно бить быстро правый лоу-кик в ММА. Потому что доказано, работает левый внутренний лоу-кик очень качественно. Он менее виден. Правый лоу-кик ты должен бить максимально с высочайной скоростью для того, неударный пидор справа на стою. Здесь уже начинает видеть аудитория, болельщики. Уже где-то две минуты ничего не происходит. Да, серьезных попаданий нет, активности стороны обоих бойцов тоже мы не видим. Руслан Магомедов наш российский боец с боец Академии России профессиональной команды. Он говорит постоянно, мы в этом отношении не раз с ним дискутировали, почему правый лоу-кик многие ему знают. Почему правый лоу-кик ты не используешь в боях смешанную стиль? Он уверенно полагает, что во-первых, он рискует в этот момент, что может нарваться на встречу справа, либо перевод его в партер легкий, и действительно он прав. А вот Владимир постоянно бьет правый лоу-кик и бьет его медленно. На самом деле здесь проход, попытка по крайней мере свалил вроде бы Александр, но не получился ничего дальше сделать. Сейчас, думаю, будет бросок из этой позиции. Здесь надо качнуть обязательно с соперника, просто так с прямых ног бросить не получилось и уже очевидно, что Хьюстон Александр не имеет никакого желания работать первым номером. Выжидательную позицию занял и ждет вот этих правых со стороны Владимира для того, чтобы использовать их и контратаковать. Да, как раз именно этот момент единственный возможно было прочесть по этим двум раундам со стороны каких-то потенциальных задумок Хьюстон Александра. Это правый навстречу кросс, такой полусвинг-полукросс из средней дистанции поймать Владимира на его медленном правом ноге. Все, все остальное он отдает пространство, он отдал инициативу, он явный второй номер, он видно, что не совсем хорошо себя чувствует в этом бою по функциям. очень тяжело дышит и нет желаний выигрывать этот бой какими-то серьезными, затрачивать серьезные усилия. Джеб и двигаться. Теперь наоборот призывает больше двигаться, потому что использует джеб и двигаться и как раз призывает он своего спортсмена бить по разным этажам, туловище в голову пробивая и сбоку удар и кросс и через руку и через туловище и левый джеб используя и двигайся. А вот наш чемпион Александр Шлемен прекрасный двигатель. Сначала даже не знал в очках таких законспирирован. третий раунд напоминаю вам что это рейтинговый бой то есть здесь не разыгрывается выход ни в какую следующую часть турнира и посмотрим судя по всему раунд этот будет решающий потому что первые два были очень уж равными попадает сейчас лоу-кик Владимир Матюшенко Первый раз как раз достаточно более-менее неплохой скорости донационный удар здесь как раз практика греко-римца попытался свалить подсечкой да без шансов вообще Владимир настолько плотно стоит на ногах даже не пошелохнулся ни на секунду не было видимости того что он может упасть Хьюстон Александр не смог ничего сделать в этом отношении по крайней мере попытался подсечку осуществить но без шанса а вот справа посмотрите зацепил болтает болтает сейчас Александра и здесь нужно Владимиру не отпустить видимо не почувствовал что болтанул вот этим правым глухим таким ударом тут же левый настиг еще и тут же проход под колено правда попался встретил колено но в обоскудуще залетел этот удар все нормально и сейчас попытается сейчас есть шансы у Владимира даже действительно и нокауту может быть и держать победу как он и хотел как он и призывал сам себя настраивал на этот момент все как здорово прикладывает локтем и вот здесь а здесь бросок уже на Александру очень хорошо встает Александр видно что отлично у него отработана вот эта защита вроде бы как отдает спину но в результате удается ему на вращение на таком корпусе вставать и избегать этой ловушки сзади удушающего приема будет сейчас опять Александр пытаться встать такой греко-римский захват стороны Владимира замок чувствуется что в таких позициях Владимир Матюшенко чувствует себя как рыба в воде очень комфортно да единственное вот перевод на удушающий может быть не так легко дается Владимир вот например какой-то такой качественный грэпплер или сомбист наверное начал бы переводить на удушание суплекс сейчас можно бросить было бы Владимир в этих вещах тоже может удивить публику и показать красивый бросок с амплитудой вот нужно тоже конечно владеть уникальными физическими данными еще плюс в третьем раунде в концовке его по 5 минут раунд еще сделать суплекс это конечно даже уважаемый Александр Александрович Карелин не знаю смог бы это осуществить на 15 минуте как помните да я на каком поднимал своих соперников каждого практически поднимал и бросал вот этим человек невероятная просто сила Владимир Матюшенко также обладает очень хорошими физическими кондициями подходит к концу третий раунд ну и третья пятиминутка совершенно очевидно прошла под диктовку Матюшенко закончили силы еще как вы заметили во втором раунде у Хьюстона Александра неуверенно себя чувствовал он вообще в самом начале поединка и конечно видно что по функциям он не был великолепно готов он уже в конце первого чувствовал себя некомфортно вот эти паузы о которых мы говорили Яна и в том числе публика местная аудитория она чувствует любое дыхание двух бойцов чувствует любую секунду поединка как он складывается они сразу же начали реагировать гулом что парни не ведут бой активно все это опять же функциональные возможности с другой стороны что мы можем требовать от бойцов которым за 40 уже давно великие функции великие функциональные возможности маловероятны здесь другие качества выходят на первый план хладнокровие расчетливость умение распределить силы по всему времени поединка конечно нет той взрывной работы которая есть у более молодых ребят но и моторные постоянно моторные конечно же здесь трудно требовать это знаете профессиональный бокс мне только воспринимается вот две фамилии Бернард Топкинс и то у него манера ведения боя долгие раунды не растрачивая много сил в первых раундах в середине этих долгих раундов наверняка работают знаете никаких лишних действий и его эта манера она позволяет ему все еще боксировать но также может быть Джорджа Формана вспомнили но и то у этого великого супертяжеловеса были серьезнейшие перерывы в карьере поэтому он смог дожить до этого возраста а так я вам скажу это вот штучные примеры поэтому двойное уважение к этим парням смотрите сейчас тяжело как Хьюстон Александр не то что дышит он пытается восстановиться это очень сложно но и дворусский спортсмен Владимир Сушенко Владимир кстати провел свой последний поединок больше двух лет назад он в 2011 году последний раз в официальных турнирах участвовал и вот накануне этого боя рассказывал что еще год назад я сидел у себя дома у меня не было вообще никаких предложений и кто бы мог подумать что вот по прошествии года уже когда мне там за 40 я буду давать интервью я буду выступать в одной из лучших компаний мира и вот сейчас Владимир доказывает что еще рано списывать его со счетом что карьера его продолжается великолепный спортсмен все при нем тут ничего не скажешь и я уверен что если будет он участвовать например в следующем сезоне в 10 в гран-при то намного более молодым спортсменам доставят он массу неприятностей да ну конечно там бесспорно сейчас выделяются наши опять же соотечественники прекрасные спортсмены недостойные люди это Виталий Минаков и Александр Волков один чемпион действующий другой уже претендент и все наверное в ожидании этого будущего поединка в ноябре месяце но конечно согласен с вами Ян что Владимир уж точно там картины не испортит а я думаю что дополнит только как раз какие-то новые краски в эту картину но все-таки думается вот эта разница в возрасте конечно она уже здесь трудно ее будет нивелировать по сравнению с молодыми и заряженными российскими супертяжеловесами несколько секунд остается до объявления победителя в этом поединке то что-то подсказывает нам что будет это Владимир Матюшенко несмотря на то что Хьюстон Александр поднимает руку зря мне кажется поднимает руку чисто какая-то бравада думаю необоснованная внутренние амбиции эгоцентризм спортивный видно что конечно Хьюстон Александр себя любит может быть кстати вот это любит себя она и позволяет в этом возрасте спортсмену все еще